МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главные новости минувшей недели. В Академии ФСИН состоялся выпуск лейтенантов. Задержаны организаторы финансовой пирамиды, которые вкладывали деньги в бизнес в Рязанской области. Неработающий фонтан у Дворца детского творчества. Где найти хозяина? Меньше троллейбусов. Местные жители обеспокоены слухами о том, что сократят количество троллейбусов на определенных маршрутах. Под удар попадает маршрут первого троллейбуса. Валерий Седов пообщался с водителем троллейбуса по маршруту. Троллейбусов, которые следуют по первому маршруту, может стать меньше. Этой неподтвержденной информацией в социальной сети ВКонтакте поделился местный житель. Он рассказал, что произойдет это с 1 июля. И количество троллейбусов сократят вдвое. В настоящий момент первых троллейбусов на маршруте всего 5. Первый приходит в 5 часов утра. Последний отправляется в депо уже за полночь. А если действительно изменения будут приняты, то троллейбусов останется около трех. И последний будет уезжать в депо в 8 часов вечера. Опастения эти подтвердил и водитель троллейбуса первого маршрута. По его словам, в 2017 году произошло сокращение выходов. Вместо 10 стало 7. Притом один из них 12-часовой. 4 сменных, 2 разрывных. Это когда троллейбус выезжает в час пик утром и вечером. В настоящий момент работают все 7 выходов. С появлением маршруток, с большей вместимостью 41 маршрута, через неделю пришло неутвержденное расписание. В нем было полное сокращение сменных выходов. Остаются только 2 разрывных и 1 12-часовой. И последний заезжающий троллейбус будет около 19.30. Первый троллейбус, он же сменный выход, приезжает на конечную станцию улицы Забайкальская в 5.29. А последний в 0.10 с конечной, тоже сменный выход. Следовательно, если уберут все сменные выходы, у людей попросту не будет возможности уехать после работы домой. С 21 до 23.30. Маршруток в это время можно по пальцам пересчитать. В это время их штук 5-7 остается. Дягилевский район хоть небольшой, но много людей ездят на работу в город, а также на завод. Если действительно сократят сменные выходы, скажется очень плачевно в первую очередь на людях. Водитель рассказал, что люди обычно жалуются именно на большие интервалы движения между транспортом, при том, как у троллейбусов, так и у маршруток. Говорят, стоят и по 20 минут, и по полчаса. Водитель добавил, что вечером 41-го маршрутного такси нет, и весь пассажиропоток приходится на троллейбус. Представить, как ситуация с ожиданием будет складываться зимой, еще сложнее. Вы передвигаетесь на троллейбусе на маршрутке? На маршрутке. А почему маршрутка не продается? Ну, так удобнее. Чем? Чаще ходит. Маршрутки у нас ранее заканчивают вечером ездить, и всегда переполненные. Транспорт у нас в нашу сторону ходит очень плохо. Первый, он очень редко ходит, почему-то стал ходить. А так на маршрутке в основном. А вообще я хотела бы на троллейбусе ездить. Сейчас маршрутки битком набиваются. Водитель добавил, что подобная ситуация складывается не только с первым маршрутом. У второго троллейбуса тоже теперь два выхода. Их сократили. Те же два выхода у шестого маршрута, который, по словам водителя, ходовой. Маршрут 12-го троллейбуса продлили. Из-за этого у него заметно увеличились интервалы. Примут ли изменения, которые касаются троллейбуса первого маршрута, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. 28 июня в Академии Евсин состоялся выпуск лейтенантов. Стены родного вуза покинули 235 курсантов. Диплом с отличием был выдан 40 выпускникам. Три курсанта закончили вуз с золотой медалью, вручение которых состоялось накануне в Москве. Курсанты Владимир Барсук, Екатерина Равнова и Любовь Бударина были удостоены высокой чести представить родной вуз на торжественном приеме президента России Владимира Путина в Кремле. На территории Академии Евсин состоялось торжественное построение, на котором курсантам объявили приказ о присвоении звания лейтенант внутренней службы. В мероприятии приняли участие представители органов власти и управления Рязанией области, правоохранительных структур региона, духовенства, ветераны военной службы и правопорядка, профессорско-преподавательский и личный состав вуза. Начальник Академии Александр Крымов в своем поздравительном слове отметил, что курсантские годы останутся в памяти выпускников, как настоящая школа жизни. Время действия поздравления с окончанием вуза, успешно в прохождении духовной государственной дистанции, результаты которой подтверждают готовность решать проблемы, возникающие в условиях реальной действительности и в первой службе своей наказания. Почетное право первыми лично поздравить выпускников получили их родители и родственники. Праздничное настроение присутствующим задали выступление взвода курсантов-девушек, барабанщиц, оркестр Рязанско-гвардейского воздушно-десантного училища, традиционный лейтенантский вальс и торжественное прохождение по плацу парадного расчета курсантов-девушек с исполнением маршевой песни «Прощание славянки». Очень волнительный день на самом деле, потому что сейчас мы выпускаемся и готовы практически как уже дипломированные специалисты прийти на работу и, соответственно, показать те знания, которые мы приобрели за пять лет в Академию. Очень трогательный день. Спасибо всем. Спасибо Академии за то, что вы учили нашего сына. Нам очень приятно. Буду работать. Надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, будет карьерный рост и все будет хорошо. По сложившейся многовековой традиции выпускники простились со знаменем родной Альма-Матер, главной реликвией учебного заведения, в котором проходили службу. Не забывайте все синие годы, все ту учебу, но кунтеры, которые вы здесь используете, тоже вам дали вашу кунтеру. В завершении торжественной церемонии выпуск курсантов в последний раз прошествовал торжественным маршем под звон монет по команде. И все как дань многовековой офицерской традиции. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Уничтожили партию наркотиков. Они были изъяты сотрудниками различных подразделений полиции в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Уничтожение происходило путем сжигания в печи одного из предприятий Рязани. Изъятые из незаконного оборота наркотики привезли на одно из предприятий Рязани. Процедура уничтожения проводится в межведомственной комиссии ежеквартальном. В этот раз партии весом 114 килограммов. Это героин, синтетические наркотики новых видов, амфетамин, марихуаны, гашиш и маковая солома. В 2018-2019 годах данные препараты были изъяты сотрудниками полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у лиц, которые занимались различными видами преступной деятельности, поставками, сбытом, изготовлением и хранением наркотиков, а также содержанием наркопритонов. Как сообщили в пресс-службе регионального ОМВД, уничтоженные наркотики являлись вещественными доказательствами по 173 уголовным делам. В результате рассмотрения этих дел суды Рязанской области назначили различные виды наказания 181 человеку. По данным портала Я-62, ряд министров правительства Рязанской области необоснованно установили себе повышенный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Российской Федерации. Многочисленные нарушения законодательства были выявлены в ходе совместной проверки управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и Генпрокуратуры Российской Федерации. По итогам проверки прокуратуры Рязанской области в марте этого года были приняты меры реагирования. Губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Руководителям органов государственной власти девяти требований об изменении нормативных правовых актов с целью устранения коррупциогенных факторов. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц, в том числе 12 министров правительства Рязанской области, 3 заместителя министра, 4 должностных лица категории руководителей в аппарате облправительства, 1 заместитель начальника отдела министра транспорта и автомобильных дорог. Полицейские задержали подозреваемых в организации финансовой пирамиды. По версии следствия, они похитили более миллиарда рублей, а часть денег вкладывали в бизнес на территории Рязанской области. Обещали высокие дивиденды до 36% годовых, предлагали вкладчикам инвестиции в строительный бизнес и сферу ЖКХАН. Мошенников задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в создании финансовой пирамиды. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 года по 2019 год стали уже более 2000 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей. Проценты людям все же выплачивали, чтобы привлекать в пирамиду больше жертв. Делали это за счет средств новых вкладчиков. Остальные деньги выводились за рубеж и вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, которое было зарегистрировано в одной из стран Южной Америки, которая является международной офшорной зоной. Также с гражданами заключались фиктивные договора о страховании вкладов. По ним никто так и не смог получить свои выплаты. Сотрудниками полиции проведено более 50 обысков на территории шести регионов страны. В офисах и жилых помещениях были изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители, системы удаленного управления счетами юридических лиц, банк-клиент, более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Двоим предполагаемым организатором и руководителем Ярославского филиала суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражем. Предварительное расследование продолжается. Галина Кудряшова, телекомпания «Город». Дадут три года в Госдуму внесен пакет законопроектов, по которым бывших госслужащих могут обязать отчитываться о своих расходах не только пока не занимают свои высокие кабинеты, но и после увольнения. Причем отчитываться после ухода придется три года подряд. В Административном кодексе в случае принятия этих поправок может появиться ответственность за непредоставление государственными служащими информации о своих собственных расходах, расходах их вторых половин и несовершеннолетних детей. Речь идет о расходах по каждой крупной сделке, связанной, к примеру, с покупкой недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, долей и об источниках получения денег на такие солидные приобретения. За непредоставление информации, по мнению авторов поправок, предусмотрен штраф в размере 50-100 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до года. 28 июня в 5.28 утра в МЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в поселке Караси. В тушении участвовало три пожарных расчета. Повреждено хозяйственное строение 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Разрушается фонтан около Дворца детского творчества. Когда он работал, последний раз не помнят даже старожилы города. О восстановлении сейчас речь уже не идет, ведь у фонтана даже не могут найти хозяина. Подробности в сюжете Галины Кудряшовой. Трещины в чаше, основании и по всему периметру фонтана. Чугунная форма покрыта ржавчиной. Местами в ней проросла трава. От времени разрушились бетонные ограждения, которые когда-то удерживали воду. Фонтан, как и сам Дворец детского творчества, построили в 50-х годах 20 века. Однако до нашего времени он плохо сохранился. Проект разрабатывался архитектором Антиповым, тем самым, который в том числе принимал участие в строительстве нашей филармонии. То есть они как раз примерно в одно время строились, это 50-е годы. И что интересно, наш Дворец пионеров, он по сути своей уникален, конечно, своей архитектурой. Но этот проект брался еще и другими городами. Даже есть сведения, что в Монголии есть. По этому проекту построены тоже здания. Если за самим Дворцом власти следят, здесь недавно проводили ремонт фасада, то фонтан обходит стороной. А ведь он был одним из самых красивых в Рязани. Полюбоваться им приходили целыми семьями. Однако, когда его последний раз запускали, не помнят даже старожилы. Не помню. Вот мне уже 67, и я не помню. Работал, но он не работал. Нет, он не работал. Я не помню. Хотя я ходила в детстве сюда, во Дворец, но я не помню. В план на восстановление фонтан не ставят, ведь сейчас он ничейный. Дворец детского творчества должен был передать его на баланс дирекции благоустройства города. На процесс тянется больше года. Видно, что он был когда-то и был очень классным, наверное. Ну, можно это визуализировать, это довольно интересно. Здесь очень хорошее пространство для отдыха. И это объект, который мог бы стать частью городской среды, с Дворцом Пионеров. И, в общем, это та точка, у которой бы хорошо было бы отдыхать, особенно в условиях жары. Хотелось, чтобы его восстановили. Потому что везде по городу столько много красивых фонтанов, а здесь все старое. Хотелось бы. И дети смотрели бы, радовались. Нашим детям кому проще? Ну, конечно, для них радость. Посмотрите, вот на театральный, который фонтан, сколько там детей, сколько там ребятни. В пресс-службе города отмечают, что у фонтана разрушены подземные коммуникации. Это осложняет процесс реконструкции. А ведь 70 лет – критический возраст для постройки. Гости из Москвы отмечают, что именно в этот период в столице стараются найти средства на восстановление объектов. Так был отреставрирован фонтан на ВДНХ. Это, конечно, эпический момент с реставрацией был. Потому что он был в какой-то момент увядшим. И вот это вот увядание, оно сейчас ликвидировано. Кто-то ругает, кто-то... Такие проекты, они тоже подвергаются критике очень часто. Потому что даже если вот этот фонтан восстановят, если не будет заметен его возраст, хотя бы в каких-то деталях, то, наверное, это не будет воспринято правильно. То есть важно еще и сохранить какой-то исторический облик. Сможет ли рязанский фонтан дожить до реконструкции, покажет время. Но жители города уже давно бьют тревогу. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В пятницу, 28 июня, в Рязани заметили лосиху. Животные пытаются поймать пожарные и полиция. Спецслужба вызвала Наталья Игнатова. Она заметила лосиху из окон своего дома, когда та бежала по зарослям рядом с железнодорожными путями напротив кожвен диспансера. Сначала лосиху искали в зарослях. Позже стало известно, что она перебежала по железнодорожным путям в мемориальный парк, а затем переплыла Рюминский пруд. Эксперты отметили, что животное может быть ранено. Поисковые операции продолжаются. А теперь к главным новостям уходящей недели. Площадь пожара на землях лесного фонда Рязанской области выросла на сутки почти вдвое. Такие данные опубликовала авиалесохрана. По состоянию на 28 июня в регионе горят 687 гектаров земель лесного фонда. За сутки площадь выросла на 305 гектаров. Напомним, как больше недели назад начался пожар. 19 июня в результате стрельб на полигоне Сельце произошло возгорание травянистой растительности на 8 очагах. В результате порыва ветра произошло распространение на территорию огня на территорию Московской области и на территорию Рязанской области на Гослесфон. Первые два дня, по словам Сергея Филиппова, пожар тушили на территории Министерства обороны. Вот только взрывы ситуацию осложнили. Когда перешел огонь с полигона на лесистую местность, в течение двух дней произошло более 150 подрывов неразворовавшихся боеприпасов. И мы с мерами безопасности, дабы сохранить людей и нанести, так скажем, травмирование, работали только по дорогам. Что не позволяло нам дотушивать те очаги, которые были внутри лесистой местности. И, соответственно, затрудняла еще болотистая местность. Ну и порывы ветра. Сотрудники МЧС и пож леса назвали пожар сложным. Многие приезжают к 4 часам утра, а уезжают в полночь. Некоторые остаются ночевать. Воду для машин они берут из соседнего пруда. Накачивают помпой, а затем тушат. После процесс повторяют. Михаил Костин на пожаре пятый день. Говорит, что за последние сутки проспал всего час. Было жарко. Жарко. Площадь и возгорание было. Ну, сами видите, какая. И не успевали. Просто-напросто. Не было ни подъездов. А сейчас трактор все сделал нам. Так что все сейчас прекрасно. Просто дежурить у поселений и ждать прихода огня не получится. Это доказал 2010 год. Говорит министр природопользования Сергей Абрамов. Сейчас тактика другая. Делают несколько опорных полос. От участка, на котором ведутся съемки, до Шахмино 4 километра. На территории располагается 4 таких полосы. Силы пожлеса дежурят не у последних, а наоборот у первых. Вот только в первые дни пожара это не помогло. Сильный ветер просто перебрасывал горячую листву на расстоянии до 300 метров. Ее тушили добровольцы с пожарными ранцами. Всего в ликвидации пожара участвуют 327 человек и почти 40 единиц техники. Плюс техника тяжелая. Но она не везде может проехать. С воздуха людям помогают два вертолета Ми-8, которые в день делают от 60 до 80 сбросов воды. На сегодняшний день два очага активного горения. То есть на площади более 350 гектар пожар на сегодняшний день уже локализован. Но в целом мы не можем его дать полную локализацию. Есть два участка активного горения. Это в районе, который мы с вами проезжали с левой стороны, по опорной полосе квартал 35-й, 47-й, Белоборского лесничества. И в районе границы Московской области. В настоящий момент общая площадь пожара на территории Гослесфонда – 382 гектара. К тушению привлекли четыре пожарно-химических станции с одной стороны – Касимовскую, Клепиковскую, Тумскую, Гусь-Хрустальную – и три с другой – Солочинскую, Спаскризанскую и Крюшинскую. В сторону Москвы сейчас движется техника Министерства обороны под названием «Болотоход». Это единственное спецсредство, которое может двигаться по утопающей почве. Навстречу ему из Москвы двигается точно такая же техника. Они делают новую опорную полосу, через которую, по теории, не перекинется пламя. При благоприятных погодных условиях, а это отсутствие ветра такой, какой был у нас здесь вчера, позавчера, позавчера, достигавшей 18 метров в секунду, мы проведем превентивные мероприятия и локализацию планируем произвести. Ущерб от пожара оценивать еще рано, заявил Сергей Абрамов. Это нужно делать, когда его полностью ликвидируют. Однако очевидцы рассказывают, что в леса начинают возвращаться животные. А это означает, по их словам, что звери угрозы не чувствуют, пожар идет на спад. Чиновники утверждают, что ближайшим населенным пунктам Шахмино и Сельце ничего не угрожает. А также заверили, что ситуация 2010 года не повторится. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Если с огненной стихией еще удается как-то справиться, то с состоянием наших дорог пока нет. Отдыхающие возмущаются, что на Ореховом озере через плотину от дорожного полотна остались лишь небрежно сваленные куски. Подробности в сюжете Галины Кудряшовой. Это не просто дорога, а настоящая дамба. Именно она разделяет реку Аку и озеро Ореховое. Благодаря воде Изаке во время разлива, весной, озеро пополняется новыми ресурсами, в том числе и рыбой. Однако теперь дамба рискует просто разрушиться. Это уже не яма, а настоящая месива из асфальта. Его куски вырваны из дорожного полотна и лежат рядом небольшими кучками. Перепад высот достигает полуметра. Проходить этот участок приходится осторожно, а вот проезжать на свой страх и риск. Ведь на той стороне люди так любят рыбачить. Однако отдыхающие знают, что такой дорога была не всегда. Встречались с институтом, с друзьями. Шелыки жарили в том районе где-то. Но мы здесь, конечно, ходили. Год 3-4 здесь, наверное, хорошая дорога была. Сейчас что-то ее разнесло. Может, грузовые машины ездят, не знаю. Состояние, конечно, ужасное. Ремонтировать надо. Такая же версия у большинства прохожих. Некоторые из них видели, как весной большегрузы возили щебень и песок по этой дороге. Проехать на большой машине действительно несложно, ведь шлагбаум сорван. От него остались лишь небольшие столбики по краю дороги. Здесь проходит труба переливная, бетонная. Смотрите, какие ямы. Соответственно, весной процентов на 90, если будет хороший разлив, то эту плотину с озера Орехового влаку просто смоет. Отдыхающие переживают, что плотина разрушится и просят заняться ее благоустройством, пока ситуация не вышла из-под контроля. Калина Кудряшова, Игорь Клотов, телекомпания «Город». Проблема с освещением в поселке Дягилево. Школьный двор для жителей поселка Дягилево превращается в развлекательную площадку. Дети здесь играют в футбол и катаются на велосипедах, а взрослые занимаются спортом и гуляют. Однако делать это можно лишь пока на улице светло, ведь по всему периметру школы установлены лишь два фонаря. Школьный двор для жителей поселка Дягилево превращается в развлекательную площадку. Дети здесь играют в футбол и катаются на велосипедах, а взрослые занимаются спортом и гуляют. Однако делать это можно лишь пока на улице светло, ведь по всему периметру школы установлены лишь два фонаря. Очень страшно здесь ходить и ездить. Ну, во-первых, здесь контингент очень, как бы так сказать, помягче. Не очень хороший. Ну, я думаю, если вы знаете, что это о Дягилево, то понимаете. Но освещения, да, не хватает, деревья тут не спиленные. Ну, мы просто ездим на машинах, поэтому не страшно до дома. А так, люди, которые ходят пешком, мне кажется, им страшно. Потому что везде еще одни собаки, темно и страшно на самом деле. Они находятся рядом друг с другом. Причем не у главного входа в школу или калитки для прохода на стадион. Таким образом, основной маршрут детей остается в темноте. Стоит отметить, что по всему периметру школы находятся столбы, на которые можно было бы установить дополнительные фонари, а также поменять лампы на существующих. С такой просьбой местные жители не раз обращались в приокские электрические сети. Однако пока получали лишь отказ. Мы им говорим, мы им произвоним, мы пишем. Они сделаем, 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 и все. А сколько уже продолжается? Ой, долго. Долго, да. Лет 10-15 точно. Проблему подняли в социальных сетях. Местные жители отмечают, что похожая ситуация и на других улицах. У нас на проезде вот рядом соседние периодически выключаются просто и все. То есть вообще не горит. Темно очень ходить. По всему, кстати, Дягилеву есть проблема. Фонарей нет нигде. На школьной, аллеиные проезды. Через один проезд. На Шаповской улице тоже не горят. В Дягилеве тоже не горят. Будем жаловаться. Идем ночью домой, ничего не видим. Собаки кусают, ничего не видим. Местные жители отмечают, что именно летом есть возможность решить проблему. Ведь с началом учебного года она встанет с новой силой. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как рязанцы встретили День молодежи – праздник творческих, активных и прогрессивных. 27 июня отметили День молодежи. В этот день по всей стране проводились праздничные мероприятия, концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гуляния. День молодежи начали отмечать традиционной большой зарядкой. На Лыбецкий бульвар пришло более 300 школьников, студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, воспитанников спортивных школ, представителей молодежных общественных объединений, а также жителей города. Я знала, что здесь будет очень весело, и что здесь будут мои друзья, и мы будем все веселиться и тусить, и поэтому я даже не думала, сразу пришла. Зарядки по утрам, они подряд, поэтому это очень хорошо, для здоровья. Спорт – это жизнь. Да, надо начинать утро с зарядки. Когда дано утро посыпаешься, то это подринт, и сразу прям танцевать хочется. Очень здорово, спасибо большому нашу городу за то, что устроили нам такой праздник. Единственный раз в год, уже каждый год эта традиция – проводить зарядку 27 июня. Классно, очень энергично, и формат поменялся, чтобы мы в этом году на Лыбецком бульваре. И это намного круче, потому что здесь прям энергия другая, это интереснее, правда. Зарядка очень классная, потому что заряд энергии на весь день, а может на несколько месяцев, на отличный отдых. Заряд бодрости участникам подарили профессиональные фитнес-тренеры. Они показали ряд эффективных упражнений, которые помогают организму проснуться. Акцент делали на растяжку. Эффект – это бодрость. Бодрость – это положительные эмоции, опять же. Мы прогоняем сон, то есть увеличиваем пульс, кровь к мышцам, к органам, побыстрее расходится, мы быстрее просыпаемся, ну и, собственно, готовимся к продолжению дня, то есть настраиваемся на день. Напомним, что большая зарядка проходит в Рязани в 11-й раз. На праздники активным жителям города вручили грамоты и подарки. От Рязанской облдумы, Министерства образования и молодежной политики региона. Продолжился день молодежи встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и выступлением команды КВН «Умные люди». Завершился день концертом кавер-группы «Блэк Джек» и «Виктория». Година Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я прощаюсь с вами. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ